Более трех лет назад в Вьетнам появилась новая актерская школа. Основатель и художественный руководитель Алексей Мельников задумывал ее как место, где молодые дарования могли бы раскрыть себя. Попасть в волну не так просто. Возможность обучаться здесь появляется только у действительно талантливых ребят. Мы честно относимся к нашей работе и если мы понимаем, что ребенку это неинтересно, не нужно и ему стоит развиваться в другом направлении, то мы можем посоветовать родителям выбрать что-то другое для развития. Помимо основных дисциплин в виде актерского мастерства у нас есть и дополнительная, это и сценическая речь, и занятие вокалом, сценический бой, фехтование. На счету школы более десяти спектаклей. Играют в них ребята разных возрастов. Сейчас в репертуаре четыре постановки. Старшая группа представляет зрителю спектакль по книге Уильяма Голдинга «Повелитель мух». С ним летом ребята ездили в Сочи на детский театральный фестиваль «Вокруг рампы», где взяли призовые места за лучшие актерские роли и специальный приз жюри за проникновенность исполнения и новый взгляд на классическую мировую литературу. Ставили мини-спектакль сегодняшнего «Остров» назывался он, потому что в рамках того, что там детская организация, мероприятие не разрешает нам играть полноценно. Я играла не свою роль, играла роль хромой, но также меня выделили за проникновенность к роли. Снежана Казак стала звездой фестиваля. 15-летняя начинающая актриса грезит творчеством. Мечтает превратить хобби в профессию. Каждой роли подходит ответственно, погружается в характер героя. В классической версии постановки «Повелитель мух» играет сумасшедшую. Нужно смотреть симптомы психов, наблюдать за психобольными с видео. Это трудно. А в принципе на сцене играть, ну не скажу, что прям трудно, потому что уже привыкла часто играть. Постановка по сценарию и режиссуре и руководителя школы Алексея Мельникова получилась менее жестокой, чем в книге у Голдинга. Рассказывает о военных годах и судьбе пятерых детей. Их эвакуационный самолет терпит крушение, ребята оказываются на необитаемом острове. Сопротивление добра и зла, веры в спасение и проявление низменных инстинктов. После фразы Леши, что кто-то из ребят получил призы на фестивале театральном в Сочи, я поначалу думал, кто из них, а потом просто погрузился туда и понял, что каждый достойный. Они все разные, они все правдоподобные, они все внутри своего персонажа. Это здорово. Лично окунуться в атмосферу театральной студии можно каждое воскресенье. В 6 часов вечера ребята играют один из спектаклей актуального сейчас репертуара. Ознакомиться с ним можно на страничке школы «Волна» в Инстаграме. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.